Добрый день, я Олег Леонкин, детский реабилитолог. Работаю уже 25 лет с детьми и отец пятерых детей. У меня хорошо подкованный мозг с точки зрения развития ребенка и что делать. Самая, наверное, приятная тема для разговоров – это развитие ребенка года. Но вот как-то я к ним нежно отношусь, и мне всегда интересно поговорить о том, что можно сделать, чтобы, как родители говорят, сделать его счастливым, успешным, наперед. Я не очень понимаю, что такое счастливый и успешный, но я, по крайней мере, знаю точно, как можно сделать так, чтобы дать базу ребенку для того, чтобы он начал думать фактически с рождения. Для того, чтобы думать, есть очень простая формула. Чтобы разобраться в том, что провоцирует мышление, нужно понимать, что мышление провоцирует информацию. Информацию мы получаем из внешних источников. Для этого нам нужно уметь слышать, видеть, чувствовать. В общем, все, что дают нам наши сенсорные системы, считывая информацию, это почва для размышления. Если мы даем эту почву, то в конечном счете мы мотивируем и, можно сказать, даже заставляем человека думать, давая ему эту информацию. Дальше наша реакция на то, что человек надумал, дает понимание и такие критерии оценки. Он вообще правильно думает или неправильно думает. И в данном случае формируется еще навык исправления ошибок. Поэтому, если мы говорим о том, как вообще дать базовые навыки ребенка для того, чтобы он научался думать, то у нас очень простая формула. Ему нужно дать много информации и смотреть, как он на нее реагирует. Какую ответную реакцию он выдает. Она дозированная, она генерализованная. Он что-то пытается сделать. И своим одобрением мы поддерживаем эту самую активность ребенка. На самом деле, я сейчас больше говорил, чем это... Дольше говорил и сложнее, чем это происходит на самом деле. Мы постоянно смеемся, когда ребенок что-то делает. Он постоянно исследует, а мы смеемся. Как он чудесным образом вытащил ногу. Ребенок считывает эту нашу реакцию, прям молниеносно пытается это повторить, потому что ему нравится, когда он радует родителей. То есть это происходит естественно. Здесь даже ничего не нужно придумывать, с исключением одного. У нас очень, в общем, однообразное пространство. С точки зрения ощущений, даже если мы так посмотрим по сторонам, то у нас по сравнению с прошлым веком вот этих сенсорных ощущений значительно меньше, чем было у ребенка в начале 19 века. Это нужно учитывать и, в общем, это нужно заполнять. Здесь массу тому причин, но мы понимаем, что если нет опасного в глаз воткнуть, ну, как бы такие вещи, которые вот они необратимы, то мы можем ребенку давать абсолютно все. Если у ребенка нет зубов, можно даже давать большие пакеты. Ну, не проглотит, можно вынуть. Вот если есть зубы, то это уже проблема, потому что можно кусочек отщипнуть, и это будет уже серьезная проблема. Не дай бог у него закроется, на дыхание прекратится. Это, в общем, не достанешь потом. Но, тем не менее, да, все, что нас окружает, мы можем спокойно давать ребенку. Почему? Потому что у ребенка, общупывая, глядя, формируется тот самый опыт сенсорный, который в конечном счете дает ему возможность оценивать пространство и понимать, вот я могу встать сюда ногой или не могу встать сюда ногой. Это вообще жесткая поверхность или не жесткая поверхность? Не проверяя каждый раз это, или в первый раз, чем больше ребенок получил этого сенсорного опыта, тем больше шансов, что он будет обезопасен, когда пойдет, когда побежит, у него будет работать прогноз. Это нужно делать в больших количествах. Поэтому, когда рядом у ребенка, когда он лежит на диване, лежит много квадратных, овальных, круглых, шариков, железных, таких-сяких, неважно, они в конечном счете сваливаются с дивана. Это очень ценный опыт для ребенка, потому что он подсмотрит, что он еще летит, еще и падает. Какой он вывод сделает, это уже второй вопрос. Но он будет понимать, что это край. Он не скажет, что это край. Он будет понимать, что вот когда тут было, а потом пропало, было-пропало, было-пропало. И вот этот край дивана для него станет маркером, что это граница чего-то. Он, конечно, не понимает изначально, что если он туда пойдет, он точно так же рухнет. Но у него уже отпечатывается край, что это какое-то изменение. Он не знает, какое, но это изменение физических показателей. И поэтому он тут будет притормаживать. А для вас это шанс уже, если он притормозил, уже научить его разворачиваться. И поэтому чем больше такого опыта, тем вы и в большей безопасности, и тем вы делаете больше, да, даете почву для размышления ребенка. Когда мы устраиваем, ну как бы мы предвидим все, да, и вот сюда нельзя, его здесь закроем, его здесь поставим, его здесь ограничим, тем самым, в общем, мы провоцируем такую ситуацию, которая взрослым достаточно хорошо известна. Если ты человека закрываешь от всего, то он перестает наблюдать. Вот удивительно, что даже если он умеет все это делать, он просто в конечном счете перестает контролировать и свешивает ответственность всю на вас. Поэтому хотите, чтобы вот это самое сенсорное восприятие приносило какой-то эффект, то нужно, в общем, ходить в некоторой степени по грани. Да, вот чтобы ребенок осваивал чуть больше, чем даже вот хотелось. Да, с готовностью поймать, да, с готовностью как-то его подстраховать, но этот опыт бесценный. Как в том, что вы даете с точки зрения тактильности, я не призываю насыпать ему крупу, пускай она жрется, у него разбухнет в кишечнике. Это не про то. Это с полной оценкой того, что это у ребенка безопасно. Но чем больше будет фактуры, тем лучше. Чем больше вы достанете шелковых платьей, которые вы уже не носите из своего шкафа, шерстяных таких и сяких, то тем больше опыта будет у ребенка. Тем больше у него возможности в конечном счете понять, что ему нравится, что ему не нравится. Какое ему вот с точки зрения тактильности, на что ему приятно, что неприятно. Тем больше у него возможности соотнести вес с объемом. И вдруг потом еще и понять, что не всегда то, что большое, то тяжелое, а что маленькое, то легкое. Это все почва для размышлений, и это все возможность в конечном счете оценивать на взгляд. Мы делаем безумные вещи иногда, мы только глядя, понимаем, в каком человек настроение, агрессивный он, не агрессивный, хочет он обратиться ко мне или к кому-то другому. Это мы только смотрим. Из контекста мы даже можем предугадывать, что он у нас сейчас спросит. Мы понимаем, в чем человек одет. В общем, просто глядя, мы получаем безумное количество информации, но зачастую не задумываемся, откуда мы все это знаем. Это прежний опыт, который мы приобрели, и у нас мозг просто синтезирует эту информацию. Есть один маркер, который мозг наш достраивает. Поэтому есть такие анекдоты, что мужчины иногда сексуально возбуждаются на манекенах, полураздетых в витрине. Не странно, потому что мозг достраивает. Поэтому, посмотрев на манекен, она неплохая была бы. Еще бы была жива, и вообще был бы огонь. Это умеют абсолютно все. И для того, чтобы этот навык формировался, чтобы он срабатывал автоматически, он закрепляется в самом-самом детстве. Запускается, неправильно. И его нужно запускать после трех месяцев, когда у ребенка уже появилось желание смотреть по сторонам, вы можете уже в полный рост давать всяких разных ощущений ребенку и смотреть, что он будет с этим делать. Есть еще одно правило, которое очень ценно, особенно для маленьких детей. Не бывает правильно или неправильно. То есть нужно понимать, что у ребенка в этом возрасте, ну, по крайней мере, там до шести месяцев, у него потребность ощутить, у него нет потребности понять, что с этим делают. Поэтому, если вы даете ребенку пирамидку, то, в общем, не нужно от него ждать, что он начнет ее собирать. Он начнет ее изучать. Круглая катится так, вставлять пальцы. В общем, он начнет изучать предметно эту историю. Он не начнет собирать. Как только вы будете просить его собирать и показывать, как нужно собирать, пирамидка станет неинтересна. Вот. Нужно все, в общем, предлагать в свое время. Изначально нужно дать большой объем информации, который в конечном счете из того, что, да, я представляю, как это пахнет, как это на ощупь, какой это навес, оно жесткое, твердое, мягкое такое, что с этим можно делать. Вот где-то после шести месяцев ребенок начинает этими предметами манипулировать, да, и он уже пытается с ними что-то сделать. Не просто пощупать, засунуть в ворот и оценить, а уже с ними что-то сделать. Вот тогда здесь уже вы можете предлагать какие-то вещи. Но вот с этим вот так образы создавать у ребенка, которым он будет соответствовать и пытаться воспроизвести. Вот, на мой взгляд, именно для мышления эти вещи, ну, они безумно ценны, и чем больше вы ребенку дадите этого опыта, тем у него больше будет базы для того, чтобы в конечном счете придумывать разные вещи. Ну, и, в общем, тогда не появляется мужчин, которые не могут гвоздь забить. Вот. У них все затем будет хорошо. По крайней мере, очень быстро получится сообразить, что к чему подходит. И делается это с самого рождения, ну, с трех месяцев. Но с самого рождения это все-таки потребностные вещи. Там надо есть, спать. И все направлено на то, чтобы внутри все синхронизировать. И все равно ребенок, конечно, ощущает, как пахнет мама, куда нужно направить. Ну, это в большей степени все-таки рефлекторные вещи и жизнеобеспечивающие. А мышление это вот чуть-чуть попозже, и оно формируется количеством изученного. Всего вам хорошего. Я надеюсь, что ваш разумный подход преобладает над любыми установками. Вы начнете думать, применять. А самое главное, у вас будет ощущение, что вот это родительство, которое нелегкий труд, он может быть веселый и очень полезный для ребенка и для вас. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!